так здравствуйте туристы милитаристы сегодня у нас кухонный тест он будет такой разноплановый потому что готовить надо будет разные продукты здесь сразу же для разных блюд я буду параллельно нарезать честно скажу опять же это не момент хвостовства момент моего моих организационных просчетов на моей логистике по факту действительно очередь реально очередь из ножей стоит на кухонные тесты анализные тест у меня сейчас просто получается так что ну на уличные у меня получается так что мне не выходит от слова совсем выбраться куда-то на уличные тесты там просто гора которая рано или поздно она на меня обрушится и засыпет но при всем при этом как говорится моя игра мои правила поэтому пусть другие подождут очень захотелось мне порезать кепар там от ржавых напильников сегодня просто ну просто посмотреть что там будет и как-то будет нож на самом деле давайте я уже сразу начну потому что действительно тут есть чем заняться весь прикол в том что я разговаривал с кириллом барышевым на тему кепарта я говорю кирилл мне вообще-то норвежская березонька и норвежский дубок с учетом того что кепард это все-таки кепард я бы хотел его каждый послать на дубок но помету я как сказать помету я именно судьбу плотвички который я просто кромку завернулся безжалостным строганием именно той самой норвежской березоньки говорю вот как ты думаешь что его ждет то что смотрите несмотря на то что лом не лом вот я как бритовка аккуратно совершенно аккуратно кожицу срезал то есть у меня вот здесь абсолютно чистая миска образовалась так и так безусловно посмотрите просто в одно движение бескомпромиссно по всем жилкам жилки здесь есть с этой стороны мясо не настолько уж и чистое в общем все все очень красиво все очень остро и но кирилл мне прислал звуковое сообщение что блин я я же опять сделал нож привычка просто но что вроде бы как такой весь из себя как сказать суровый мощный толстый но при этом он его свел в 0 3 все равно то есть на каких-то там березов дубах ясно понятно сама по себе кромка именно вот вот не весь клинок а вот совсем чуть-чуть где кромочка она может опять подвергнуться неким не очень хорошим воздействием но говорит фигня война давай типа руби делай как посчитаешь нужно заодно посмотрим что там и и как получится ну и мне самому интересно почему потому что повторюсь несмотря на то что нож вот такой прям реально здоровяку прям чувствуется что мощный брутальный по факту по факту вот то как он сейчас режет играть и вот смотрите но действительно клинок толстый спуске низкие спуске низкий низкий лоб а режет он сейчас как бритва то есть я самом деле угадал с выбором ножа на сегодняшний тест действительно резать надо много сегодня нужно покормить сразу несколько человек и все разное поэтому детей и взрослых поэтому я вот так на скорую руку шаманю и вполне себе получается нож ведете главный час под болтовню не резануть вот этой вот шикарной кромочкой себе по пальцам потому что на самом деле чувствуется что нож очень просто ли там где попадаются какие-то жилки он их проходит совершенно безапелляционно ну ладно давайте поговорим о чем-нибудь тема такая возникла в голове у меня сегодня прямо вот сегодня и сразу говорю что в политику мы не уходим я имею ввиду в комментариях сам я постараюсь тоже как-то в политику не ухать 5 дело даже не в политике дело в том что поговорим за человечество объясню вот как вы знаете в каком-то там году я даже не помню в каком точно году отправили в космос по моему серебряную табличку где был нарисован человек и какая-то информация была спрятана для инопланетян плюс есть такие вещи по всей земле по крайней мере я знаю что в россии они точно есть в штатах есть капсулы времени это когда там школьники или взрослые люди где-то у себя во дворе школы или где-то в парке закапывают капсулу землю в которой содержится обращение к этой информации о том как они сейчас живут в данный момент содержится обращение к потомкам то есть эту капсулу откапываю там через 50 через 100 через 150 как заказали так и откопали как говорится лет ну в общем и я просто подумал что насколько важную и какую информацию видели видели просто просто кайф просто кайф по-другому не скажешь сколько важно ну здесь да здесь чудес не бывает сразу же спуске дали себе знаете просто даже в чем самое смешное что лук тоже не налипает режет аккуратно сами по себе спуске что раздвигают они не ломают а я раздвигает сразу же луковицу и вот я просила подумал первый с чем моя вообще мысль пошла какую бы например если бы я отправлял потомкам или инопланетянам некую капсулу времени какую бы я выбрал песню то есть там понятно информация там о людях 5 10 так потому что опять же вот в этой серебряной пластинке по-моему какая-то классическая музыка была зашифрована я не стал лезть в википедию не стал гуглить ребят кому интересно все и так это все знаю вот и я подумал что я так перебирал в голове песни которые я знаю которые я люблю я подумал что наверное я бы капсулу времени отправил песню марка бернеса я люблю тебя жизнь потому что вот лично для меня она очень как бы такая объясняющая на довольно глобальная такая песня то есть она рассказывает о том в идеале в идеале повторюсь для чего живет человек как человек живет причем даже поэтапно то есть юность зрелость потом старость будут внуки потом все опять повторится сначала жизнь ты помнишь солдат что погибли тебя защищает то есть тяжело себе представить песню текст которой настолько много в принципе говорит о нас на мой взгляд вот у кого какая мелодия у кого к песня пришла бы в голову если бы вы вот такой вот выбирали на самом деле мы сейчас будем не говорить ни про песню не про капсулу времени а именно когда счет я рассказываю как моя мысль очень хорошо аккуратно обувь настолько острый что буквально вот задирает мне пластмассу на доске так сейчас я на этой доске еще одну порежу помидорок и потом мы переключимся на другую доску о помидорках как я уже вам как-то рассказывал я закупаюсь все время у нас получается так что я когда прихожу в магазин я понимаю что мне там тесты предстоят или в принципе приготовить то я беру с запасом овощи и у меня остаются никогда не пропадают и зачастую у меня помидорки лежат ну уж простите там бывает даже и по неделе и по полторы то есть они разной степени мягкости разной степени вязкости вот в данный момент в данный момент я выбрал помидорки которые совсем уже кетчупообразные почему то что у меня идут в горячие и вот буквально чуточку капельку именно там где вот была пролежняя такая нож задумался но в общем и целом вот еще один момент в общем и целом но что доказательным эту жопку даже выброшу она ведь уже совсем такая некрасиво в общем и целом чувствуется острота и кирилл мне правильно сказал он говорит слушай я делаю вот тоже тяжело представить как тяжело на самом деле производителю который присылает на тест нож мне лично почему потому что он знает что во первых я докопаюсь там на каких-нибудь помидорах до ножа а потом я пойду им норвежские березы как бы строгать не получается как если нож заточен на дурака то будет мять помидорки я скажу заводская за . говно или я скажу или зрители скопите совершенно но он реально бритвенный и теперь у меня вопрос только один к нему что с ним станет на улице вот то есть а после этого после помидорки если он порезал вот так вот хорошо как бритвой я иду вот этим тоненьким сведением начинаю строгать там норвежскую березу или еще того хуже дуб и зритель скажет блин кромка поплыла кромку завернула говно то есть очень тяжело как-то найти общий знаменатель чтобы тебе пожалуйста и кухонь и топор в одном в этом смысле я просто сейчас подумал что если бы я был на месте производителя ножей да я бы послал все нахер сказал бы слушай шел бы ты со своими тестами что ты тут у меня пытаешься и скальпель получить и действительно и топор и тесак все в одном по факту сейчас пока у нас 30 в пользу кепорта прямо прям по кайфу чувствуется что нож такой увесистый это единственное что вот не по кухонному в нем сейчас песня хватит теперь давайте об инопланетянах то есть спич мой будет носить характер скорее чисто философский возможно кому-то он покажется пессимистичным нож как есть вот например повод для пессимизма это что зеленый лук называется просто какая-то я не знаю просто какая-то биомасса стебли какие-то древовидный лук я бы сказал так но он мне нужен потому что мельче я опять же не нашел поэтому давайте попробуем его меленько-меленько порезать и вот при такой работе на самом деле чувствую как кромка цепляет она проходит сквозь эту зелень она цепляет доску прямо надо будет предъявить ржавым напильником за поцарапанную кухонную доску пускай делают ну так они и сделают тут фотку видел рабочие инструменты расти файл катлери то есть те самые которыми они там кожу в там дырявят сшивают и прочее прочее там сами по себе инструменты все на карелке все-таки до блеска наполированные там и прочее прочее хочется сказать ребята тормозните вы смущаетесь и перфекционизмом обычных нормальных людей ну так вот зачем нам собственно говоря инопланетяне за каким хреном мы посылаем всякие разные таблички то есть пытаемся найти другие формы жизни во вселенной еще и не дай бог установить с ними контакт вот этого я вообще не понимаю от слова совсем то есть я считаю что люди человеке они в принципе должны тихо и аккуратно в своей колыбели жизни просто загнуться и все и потом все это обнулиться вся эта грязь уйдет планета очиститься и может быть что-нибудь получится со второй а кто знает может из третьей мы же не можем так далеко правильным вглубь веков и все эти раскопки это все ну ладно не буду сейчас собственное невежество демонстрировать продолжить свою мысль то есть окей хорошо предположим хотим мы установить контакт и я уверен что с учетом размеров вселенной я уверен что где-то на самом деле те вот самые инопланетяне они существуют ну я я в этом прямо уверен почему именно потому что вселенная настолько огромна что нам даже не дано осознать нам даже не дано понять я могу сказать что скажем большинство людей там я не знаю процентуально там процентов 90 людей они не в состоянии даже понять размеров крохотной солнечной системы не в состоянии осознать именно масштабности вот это вот они не могут понять что в солнце вмещается при ней не помню там сколько сколько-то очень-очень много планет земля если вот так вот именно представить чисто визуально вот по по размерам то есть все остальные планеты как все это взаимодействует то есть масштабность космоса в принципе подавляющим большинство людей тем которые не занимаются эти профессионально тем которые не являются учеными очень тяжело осознать тяжело понять и вот с учетом того что вселенная это как бы дохрена в дохренальной степени помноженное на хирляр то получается что где-то там наверняка есть условия похожи на наши лучше-худше неважно в которых зародилась жизнь в которых скорее всего наступил потом в конце концов некий разум то есть вот эта эволюция она свершилась или она сейчас свершается вообще не важно речь о другом разговора другом все дело в том что окей хорошо предположим теоретически нашли наш наша анкета дошла и некие братья по разуму получили информацию о том что вот мы есть о том что есть люди о том что это что люди считают что они мыслящие существа и даже возможно здравомыслящие существа что дальше ну если инопланетяне если вот те самые инопланетяне которые получат наше послание они по сравнению с нами недоразвитые здесь в принципе разговор короткий никакой встречи не состоится почему потому что ну мой прогноз к сожалению на будущее человечество он совершенно не утешительный потому что я уже как-то говорил уже даже мы заставим застанем начало конца наши дети наши внуки застанут начало конца а может быть не совсем конец человек с такой с таким азартом уничтожает свой дом свою планету и уничтожает себя что превратиться в дикарей а потом и вымереть совсем это вопрос буквально там не знаю в наше время это вопрос двух-трех нажатий кнопки как бы это печально не звучал то есть те не успеют до нашего уровня подрасти а нас уже к этому моменту не станет вот будет кто-то другой но точно уже не мы уже бесполезны эти таблички запущенные в космос они будут совершенно не кому нужны ну хорошо теперь теоретически предположим что инопланетяне есть и они более инфотехнологичны чем мы то есть мы к ним не в состоянии долететь почему потому что вот это вот поехали и какая же она прекрасная наша земля это уже прошло человек я уже как-то говорил он перестал глобально стремиться в космос он использует космос только для для ведения войн для слежки для подавления для контроля и так далее так далее для зарабатывания бабок то есть куда-то лезть там дальше ну может быть будет какой-то скачок технологий сейчас вы мне возразите и скажете ну просто изобретут какой-нибудь двигатель не знаю там на коровьем говне который будет просто прорываться там через световые годы годы за какие-то считанные секунды и вот пожалуйста корова пернула мы улетели там соседнюю какую-нибудь галактику такое ну кто знает я думаю что если рассказать человеку среднему именно обывателю каких-то сраных 200 лет назад о том что будут телефоны без проводов о том что будут ну обо всем как мы сейчас живем по за подумал бы ну ты батенька фантаст но то есть мы развиваемся гораздо быстрее но вот моё именно мой пессимизм заключается в том что мы развиваемся не для того чтобы куда-то стремиться а для того чтобы сиюминутно здесь заработать я уже повторю собственную мысль что сейчас айфоны и самсунги галакси выходят так нос с таким ну то есть грубо говоря свой потенциал мыслительный научный человечество тратит но вообще не на то окей дальше инопланетяне и они более технологичны чем если они хуже нас или такие же как мы то есть если инопланетяне такие же как люди по своему складу по своему мировоззрению то они поступят совершенно логично по-человечески они приедут на землю оккупируют чисто с математической такой совершенно логикой посчитают сколько людей нужно уничтожить а сколько превратить в рабов то есть можно всех превратить в рабов если это будет выгоднее можно всех уничтожить до 1 если это будет так выгоднее то есть прикинуть прикинуть и наличие у нас там мозгов чувств прав и вообще какое-то наше мнение их не будет интересовать не потому что опять же я говорю что если эти инопланетяне человека никогда не интересовало мнение других если человек если испанцы вооруженные ружьями высаживались и встречали людей высаживались это набили на берегах на далеких и встречали людей которые вооружены всего лишь на тот момент там луками и дубинками и копьями что они делали правильно они тотально зачистили территорию кого-то успели в рабов превратить и если предположить что некая более развитая чем мы раса и и больше развитость будет оказываться тем что они до нас долетели а не мы до них ясно понятно если они к нам прилетели это значит что они уже по-любому нас умнее и более развитые если они будут такие же как люди по своему складу все нам принципе конец то есть как вот людям или как свободным людям лучшем случае мы будем как обезьяна если они умнее нас даже не умнее если они другие если они такие каким человек наверное всякие разные прогрессивные мыслители прошлого пытались мечтать о том чтобы человек стал именно вот таким продвинутым ну правильно предположим что они правильные предположим что они такие какой человек должен быть они такой какой человек есть то тогда они просто сделают из нас зоопарк вот и все они не будут соваться вообще им будет просто противно общаться с людьми они просто будут смотреть сверху на все на это а возможно уже и смотрят и понимать что вот это стая это эволюция она в данном случае на этой планете она зашла в тупик почему потому что ничего хорошего не получилось рано или поздно это все закончится и если воспринимать неких писателей фантастов всерьез что земля это не видите глобальный эксперимент каких-то более развитых существ то эксперимент не удался это совершенно очевидно здесь здесь дело даже не в том что я там мрачно смотрю на вещи или я пессимист или нет конечно же есть мыслители есть художники есть в конце концов хиппи есть хипстеры есть в конце концов люди которые там пацифисты и прочее прочее и что вообще ничего почему потому что глобально человек он тысячелетиями уже не просто там где-то как-то тысячелетиями человек устроен так что если один человек сильнее другого то когда-то давным-давно люди воевали убивали друг друга за виду но это очень быстро прошло почему потому что человеку вдруг сразу понадобилось не просто поесть убить соседа и поесть убить человека из соседнего плена забрать его женщину совершить с ней все что можно совершить и сожрать его там еду и прочее прочее нет как только люди научились друг друга убивать из-за еды то сразу же люди пошли дальше в древние времена еще там до египта и там до римской аристократии то есть следующий этап нашей эволюции он заключался в чем в том что я хочу себе излишков я хочу себе роскоши я хочу себе идеальная модель существования человека за редкими исключениями это чтобы я жил в ненужной мне роскоши а кто-то за меня работал кто-то мне все это приносил и так далее и так далее и конечно же есть люди разные ребят я говорю в целом инженеров вот у меня такая вот позиция по жизни она может быть не христианской прости меня господи но по факту я люблю каких-то отдельно взятых людей я уважаю каких-то отдельно взятых людей я готов все что угодно отдать чтобы каких-то отдельно взятых людей спасти сохранить и дать им лучшую жизнь и прочее прочее и так далее так далее то есть они заслуживают не просто жизни не заслуживают дальше продолжать себя в потомстве и прочее но в целом инженерал человечество давно уже заслужило что обнулиться полностью полностью под ноль потому что это какое-то похабство это какая-то хрень товарищ смит из телевизионного фильма матрица правильно сказал вы как вирус и по факту он прав почему потому что человек это единственное неправильное животное которому мало просто сыто поесть не успешно извините за грубо слово потрахаться то есть не просто животные инстинкты нет ему обязательно нужны ну излишки роскошь то что ему по факту и не нужно то здесь уже идет мне конечно часто по фрейду на на говорят что откуда все это идет желание выделиться быть лидером заработать больше бла-бла-бла-бла да ребят я не буду против я не буду спорить факт остается фактом одни люди порабощали и продолжают порабощать других заставляют работать для того чтобы иметь то что им по сути не надо ну не нужны не дворцы и прочее и даже если существуют некие философские течения то ну вы меня простите есть безусловно бессеребренники они всегда будут есть некие какие-то люди которые вот преследуют именно глобальное они стремятся глобальному добру но даже в тех организациях назовем это так которые должны были бы нести вот этот вот свет разума свет доброты и логики в сознании других людей даже в этих организациях это все процветает говоря простым языком сергий радонежский он охренел бы просто посмотрев на все вот эти вот мерседесы 600 и блин дворцы и яхты которыми пользуются но собственно говоря те кто должен был бы быть по своей природе крайне аскетичен почему потому что ведь это сама суть религии я сейчас говорю именно раз я радонежского сергия привел в пример то я говорю сейчас хорошо о православии не не начиная политику то есть в этом плане если повторюсь если инопланетяне они будут как люди то они совершенно не задумываясь о том что это жесток не жестоко там как угодно они просто превратят нас я не знаю во что им будет выгодно в той превратил все него если какую-то там почку сделать захотят они просто здесь сделать пионерский лагерь для своих зеленых детишек оставят только тех кто способен будет убирать давно за ними а всех остальных уничтожить поставить грязь и почему вы человек то же самое бы сделал вот этот фильм аватар кстати говоря когда второй аватар выйдет он неправильный дело даже не в том что восстание вот этих вот аватаров оно бы вот при их ну скажем у людей есть возможность у людей есть технологии прилететь на дальнюю планету построить и прочее прочее а вот эти вот синие они такие все правильные ездят с луками с копьями но они крупные конечно ребята но 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 и вот это вот серединка наполовинку то есть вы действительно думаете что я поверю что люди которые высадились на дальней планете и встретили по их мнению менее развитую форму жизни менее развитое общество они будут там какие-то школы открывать да для сигурни вывер для ее героини даже места не будет в космическом корабле никто даже не будет запариваться на эту тему зачем ведь там просто сырье там этот минерал который дает земле жизнь который стоит сколько-то там денег и никто не собирается вот эти все скажем так ну если говорить совсем откровенно то все вот эти вот наши нормы морали по которым мы живем и прочее прочее они действуют не потому что человек развился по сравнению например там ну хотя бы там я не знаю лет 700 800 назад или будем даже считать там предположим тысячу лет назад и человек стал более гуманным и развитым и прочее прочее да херня подобное просто эти нормы морали которые сейчас существуют в современном обществе они помогают более успешно и эффективно людьми управлять делать из них рабов как бы давать им некие свободы которые там я не знаю там давать некую как сказать иллюзию свободы принятия решений и прочее прочее а на самом деле всего этого нет как было так и останется и так всегда будет одни люди живут за счет других порабощают их и купаются в абсолютно ненужной роскоши и даже когда тут вот ну все равно не это все равно не политика ребят это скорее психология почему потому что даже когда совершаются некие какие-то революции я не буду не только про великую октябрьскую социалистическую революцию сейчас говорю а в целом которые призваны сделать человечество честнее чище и прочее прочее невозможно сделать чистым то что по природе своей грязно то есть все равно ну посмотрите я не знаю кого привести в пример ну вот меня всегда прикалывает это это очень показательно это именно семейное древо Аркадия Гайдара что получилось ну что было то и получилось то есть несмотря на всю чисто теоретическую как бы вот эту вот правильность стремление устроить жизнь для всех пускай там ценой каких-то жертв и так далее так далее чтобы все было по справедливости чтобы от каждого по способностям каждому по труду это не будет работать потому что уже буквально следующее поколение тех кто руля оно начнет погрязать в роскоши и в конце концов закончится тем чем все и закончилось то есть я сейчас я сейчас не пытаюсь ребят делать даже не в политике дело в том что социальная модель как бы она не развивалась и какие бы конституции мы не принимали и какие бы права у нас не были она со времен рабовладения смысл ничем не изменился то есть обложка изменилась изменились слова а суть осталась прежняя абсолютно и даже на самом деле вот тот цинизм с которым по сей день какие-то там малые народы и прочее прочее вот самое простое американская демократия давайте предположим что американцы ну то есть жители Соединенных Штатов Америки которые они же как бы считают что они колыбель демократии мало то что колыбель демократии так они еще и всем всему миру навязывают с помощью оружия с помощью бомбардировок с помощью оружия массового поражения массового уничтожения не важно я уже в терминах начинаю гулять не суть то есть вот эта вся демократия которая американская и она считается сейчас чуть ли не опять же с помощью танков самолетов и ракет она считается как бы чуть ли не эталонной на земле по сути что это такое это угнетение одних другими не больше не меньше это все просто слова ни о чем потому что если бы американцы вдруг в одном порыве в едином порыве сказали бы блин что там мы здесь напортачили они бы пошли просто в ближайшую резервацию встали бы на колени попросили прощения у оставшихся бедных индейцев за то что мы когда-то пришли сюда и зачистили вас практически под ноль оставшиеся несколько процентов мы переселили просто за забор и сделали из вас обезьян просто для того чтобы туристы глядели или там я не знаю скауты пионеры приходили на вас полюбоваться то есть вот за это за все мы просим прощения и уматываем нафиг к родным берегам а вы здесь вот это ваша земля оставайтесь живите конечно это даже утопически теоретически невозможно то есть все это все это тутти-фрутти в общем я не хочу быть пессимистом почему потому что при всем при том что какие бы люди говняки не были люди замечательные в первую очередь конечно же это мы с вами наши близкие родные это зрители канала Архадыр то есть как бы я сейчас не пытался заклеймить и ошермовать род человеческий я же понимаю что в людях очень много честного светлого чистого любовь дружба настоящая дружба бескорыстная она есть она бывает когда люди действительно готовы просто последнюю рубаху снять отдать другу и самому дальше мерзнуть такое действительно бывает то есть какие то вот такие вещи они существуют но при этом понимаете ребят в целом опять же если брать глобально все что я сейчас говорю оно картина не меняет и никогда не поменяет все равно но какими бы громкими словами не прикрывалось не прикрывались какие бы либо правители или богатые неприлично богатые погрязающие в роскоши люди какие бы лозунги они не говорили суть остается прежней но сильные то есть те кто по-настоящему сильные не те у кого мускулы накачены нет уже давно это все прошло прошло сильные живут за счет слабых и они не будут делиться вот если вдуматься тоже я вот сейчас я понимаю насколько там пессимистично сейчас мошка хрюнов подключится или гоше сероводородов и ну вот честно сказать для такой точной работы конечно где-то на где-то в походе вы сможете это сделать но для такой точной аккуратной работы конечно немного здесь в этом ноже широковат клиночек но все равно сейчас вытащу все равно вот этот вот перец он остается целый то есть самое главное сейчас все это забьется у нас так вот буквально сейчас пару слов еще напоследок дело в том что если предположить сколько нас на земле сейчас живет четыре с половиной пять миллиардов я не знаю точных данных не важно земля по прежнему она настолько богата что если бы все жили поровну вот утопически теоретически поровну абсолютно все начиная от чукчи который живет на самом-самом-самом или эскимоса который живет на самом-самом крайнем севере и заканчивая там самым-самым южным товарищем который уже у антарктиды абсолютно все человечество если она будет трудиться разумно не сумасшедше а разумно трудиться и будет все делать только на общее благо ну чисто опять же утопически если предположить то всем всего хватит хватит ресурсов хватит еды хватит то есть самое главное если жить без излишков то абсолютно достаточно будет накормить и там сейчас мне скажут это что это я я тут с высшим образованием а кто-то в Африке там ни хрена не умеет и мы должны жить одинаково да ребят если человек действительно к этому вопросу подошел бы именно так то есть если бы люди от которых что-то зависит подошли бы именно так к этому вопросу они никогда к нему не подойдут почему потому что они изначально уже лучше живут других то всем всего хватило бы на жизнь и было бы некая вот такая форма процветания была бы на земле почему потому что губит нашу планету и губит человека по факту именно как вид все таки все таки для такой ювелирной работы кепард немножко сорока вас не буду дальше его мучить по факту нож отработал на пять с плюсом и с восклицательным знаком то есть теперь мне очень интересно а ну вот продолжим то есть если бы не было излишков если бы всем всего хватало все было бы супер все бы хватило губит страсть к излишеству губит страсть неизлечимая тяга человека иметь то что ему по сути для жизни для размножения для образования и для того чтобы жить в принципе более или менее комфортно вот им нужно гораздо больше чем вот это все чем вот этот вот разумный минимум средний минимум гораздо больше любому человеку очень мало людей откажутся от дворцов от яхт от лимузинов и прочее прочее ну и собственно говоря именно на тяге к излишествам существуют современные индустрии абсолютно все абсолютно все включая ножевую не так давно ну как довольно давно Соловьев наш Александр писал правильно что один человек один нож он конечно утрирует но по факту коллекционирование это в принципе такая прибабахнутость но в чем-то он и прав в общем я бы сказал так если бы даже у человека под каждую задачу был бы один нож и он не хотел бы там покупать просто все остальное только для того чтобы вот было ну опять же ножи это настолько малая толика это даже не отображает я думаю вы понимаете о чем я говорю в общем вывод такой с инопланетянами нам лучше не встречаться и не контачить почему потому что ничего хорошего из этого не получится по определению ну никак не будет это почему потому что мы сами по себе не фонтан я говорю не про себя там или про вас уважаемые зрители а я говорю про человечество в целом ну не смотрят же мой канал олигархи и президента а то бы взяли договорились и как говорил профессор преображенский и вы даете советы космического масштаба и космической глупости о том как взять все и поделить ну в общем примерно такой масштабы был у моего спича спасибо за просмотр ребят теперь я что-то совсем стремаюсь что у нас будет на улице почему потому что кухню нож отработал идеально невероятно острый единственный недостаток это то что он не по кухонному увесистый то есть именно чувствуется его вот это то что вот его включает уже в категорию скажем походных кухонников аутдорных кухонников а в общем и целом универсальность ножа первые скажем первую звездочку за универсальность нож кепард от растифа катлери заработал только что именно в плане работы по продуктам спасибо за просмотр всего доброго кто досмотрел до этого момента отдельный респектоз и пишите что вы думаете на тему всех вот этих вот моих философских высказываний увидимся и минус 4 ну как что вы в все что во что вы как на